В эфире библейский портал Экзегет. Как правильно отдыхать, нас спрашивают. Помни день субботний, чтобы святить его. Господь выделил отдельный день для того, чтобы человек посвящал его Богу. Для нас, для христиан, это день воскресения Единородного Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа. Это не просто день, когда мы ничего не делаем физически, хотя первое, более старое его название, славянское «неделя». Неделю раньше современно называли «седмица», а неделей называли «воскресный день», когда не делали дело руками. Но это не потому, что в этот день надо все время лежать на печи, а потому, что в этот день надо посвятить себя встрече с Богом. Поэтому в субботу человек шел в баню, мылся, с утра, в воскресенье надевал свое лучшее, самое красивое одеяние и шел в храм на богослужение, причащаться или молиться. Если нет этой возможности, он все равно с родными встречал Господа. Он, может быть, пел молитвы, читал большее молитвное правило, читал Евангелие. Сейчас мы можем, в каждой семье есть Евангелие, можем прочитать Евангелие о воскресении Христа в этот день, который обычно ускользает от нас, потому что читается за всеначным деньем, который немногие христиане посещают. Спеть «Воскресение Христово увидевших», поговорить с детьми о Боге, потолковать какую-то притчу или какое-то чудо Христово, посвятить время Христу, а потом посвятить его во Христе общению с своей домашней церковью. Но даже труд, даже труд физически может быть благословлен в этот день. Вы знаете, вот на Руси в этот день, в воскресенье или в празднике, конечно, никто не пахал и не сеял и не жал. Но если ты запряжешь своего коня и пойдешь пахать свой на дел, ты согрешишь. А если ты того же коня запряжешь и пойдешь пахать на дел вдовы соседки, у которой некому это делать, ты сотворишь доброе дело, и это будет тебе воспасение. То есть в этот день можно трудиться, делая добрые дела. Можно прийти в храм и помочь его вымыть после службы, почистить подсвечники, вымыть окна. Да просто спросить у староста, чем помочь в родному любимому храме. Это будет труд руками, но это будет воспасение, не будет в осуждении. Или помочь бедному, помочь вдове, пообщаться с сиротой, где-то потрудиться, поехать в многодетную семью и свалить 6 литров борща на 3 дня. И таким образом помочь уставшей, совершенно замотной многодетной маме. И все это будет благословенное общение с Господом. Ну, конечно, если у нас семья, то мы должны общаться с семьей. Потому что без душевного общения семья распадается. И праздничный день, день отдыха, должен быть посвящен не тому, что каждый сидит в своем смартфоне или каждый смотрит свой отдельный фильм, а какому-то общему разговору, общей игре, общему делу. Но обязательно надо восстанавливать вот это душевное сочетание с любимыми людьми. Спасибо.